Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Подавшим бурный аплодисменты, уважаемые дамы и господа, национальной премии «Сорзбинский Феникс-2015» Мы для того, чтобы мы с вами смогли увидеть своими глазами это уникальное торжество Мы спешим пригласить на эту сцену по нашему бурному аплодисменту, друзья, президента Центра церемониальной парильной культуры БАЛ-Медиагруппу Уковова Николая Григорьевича Аплодисменты Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья Только что нам явилось чудо вознесения в Поднебесье Ради счастья земного, главных героев, прекрасного балета «Девушка и дракон» Но мы с вами явились свидетелем и другого чуда Когда средствами музыки, танца, великолепным искусством костюмов Произошло объединение, соединение, взаимопомогновение двух великих культур, двух великих народов-соседей, двух цивилизаций Смотришь на это чудо-балет и делаешь определенные выводы Надо подняться над искушением жить только ради собственных удовольствий и наслаждений Надо любить и защищать свою землю И надо сделать нечто большее банальных совершенств Но хотя бы превратиться в озеро и речи АПЛОДИСМЕНТЫ Центр церемониальной байной культуры решил наградить знаками общественного признания И решил провести эту церемонию Следующий вас обижать, а мне сейчас помогут Да, и сделаем это с большим удовольствием Николай Иванович, под вашей формой аплодисменты, дорогие гости, уважаемые дамы И господам, мы спешим объявить номинацию премии «Созвездие Феникса» И за большие заслуги в развитии культурного искусства Поблагодарить ордена бал медиагрупп первой степени Руководительный театр русский поэр, народного артиста СССР Гордеева Вячеслава Михайловича Ну что вручается национальное предприятие «Созвездие Феникса» В номинации «За вклад в культуру и искусство» Вручает лица президент Стефан Александр Анатольевич Поздравляем вас и дай бог вам здоровья, долголетия и гости Вашими руками и силами будут процветать и тепляться культурные отношения в Российской Федерации и за ее пределами Спасибо! Только для начала, дорогие друзья, мы имеем честь и обратим ваше внимание Что здесь, среди всех на пропуске, было много уважаемых гостей, о которых хотелось бы так же сказать И следующую номинацию премии «Созвездие Феникса» Мы адресовываем в номинации «За вклад в развитие культуры и искусства» Орден БАО «Медиагрупп» вручаются композитору, заслуженному деятелю искусств «Со Че Куай» Награждается орденом БАО «Медиагрупп» Ассистент художественного руководителя театра «Русский балет» Заслуженный артист Российской Федерации Дамыдов Виктор Петрович За вклад в развитие балетного искусства и укрепление российско-культурного отмена Награждается грамотой БАО «Медиагрупп», художественного руководителя и главный дирижер Симфонического оркеста «Ради Орфей» Сергей Кондрашов За достижение в области музыкального творчества Высокая Респондина Зашко и укрепление российско-китайской дружбы Награждается грамотой БАО «Медиагрупп», солист театра «Русского балета», Заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин За высококодушное исполнение партии «Трицепракот» в «Медиагруппе» Награждается грамотой БАО «Медиагрупп» Ведущая солиста театра «Русский балет» Лауреат международного конкурса Атла Щербакова За высококодушное исполнение главной партии «Алгарит» И за достижение в полиции Спасибо вам! Награждается грамотой БАО «Медиагрупп» Исполнитель главной партии в «Медиагруппе» Награждается ордена БАО «Медиагрупп» Заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Устушанинова За вклад в развитие художественного искусства АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья! Ищу вас огромное вам спасибо за ваши аплодисменты За вашу поддержку Этого замечательного проекта Ну и хочется, поскольку я большой любитель балетов Так как положено крикнуть Браво! Браво! Русский театр! Браво! Композитору! Браво! Киришору! Браво! Руководителю Горгиевичу Славу Михайловичу! Много российско-китайского отношения Креплить во век! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ И основными аплодисментами Хотелось бы подчеркнуть Внутри команду «Бал-медиагрупп» Вице-президента Юсупова Андрея Владимировича Вице-президента Степанова Александра Анатольевича И вице-президента Хариторова Александра Геннадьевича Спасибо вам большое, уважаемые коллеги! Дорогие друзья, последнее объявление 5 марта Нашему замечательному композитору Если случился юбилей Я вам открою тайну Он юбилей цифром ровно на 20 лет больше, чем он выглядит на самом деле АПЛОДИСМЕНТЫ Всем пришли! Всем пришли! Друзья, не купили! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое! АПЛОДИСМЕНТЫ Попробуйте вам всем счастья, мира, добра, дай вам здоровья и всего самого дай вашего! С праздником! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас балет, который я посмотрела, заставил меня вспомнить детские сказки, которые в книжках были, китайские, эти легенды. Они сумели воплотить, и это символ такого всемирного понимания культуры, которое Вячеслав Михайлович несет через всю свою жизнь. Я считаю, что этот балет был поставлен в духе постмодернизма. Он очень современный. Здесь собралось все. И цитаты из прошлого, и современность, и любовь, и музыка, и необыкновенные совершенно костюмы. То есть спектакль, который хороший для взрослых и для детей. И я думаю, что сюда надо, конечно, приводить детишек, чтобы они видели вот эту радость, и такая ниточка и радостная, и трагическая, и природа, и представители природы. Поэтому большое спасибо постановщикам, организаторам. Вячеслав Михайлович Гордеев. В тот период времени тесно взаимодействовал с моим покойным супругом и основателем фонда Юрий Яковлевич Любашевский. Нас связывают все эти 25 лет тесная дружба, творческое единение и взаимоподдержка друг друга. И, безусловно, сегодняшняя премьера – это демонстрация того, что никакие кризисы нам ни почем. Что нет никакого упадничества. Что все продолжается. Коллективы приходят и уходят, они возникают и слегка угасают, где-то их имена блестят, затем уходят в тень. А Гордеев всегда. Я его очень люблю. Я им восторгаюсь, я им восхищаюсь, я перед ним преклоняюсь и бесконечно его уважаю. За все не только его творческие поиски, за его политическую карьеру, за все то, что он делает в этой жизни. И никогда не унывает. Меня безумно впечатлили краски, декорации, в целом мастерство и талант исполнения артистов. Я до сих пор под впечатлением. Это прекрасный вечер в чудесной компании моих родителей, которая навсегда останется в моем сердце. Огромное спасибо театру «Русский балет». На сегодняшний день нет более значимого крупного произведения музыкального, которое бы воплощало в себе искусство России, искусство Китая, культуру России, культуру Китая, традиции национальные, народные. Ура! 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 Нашему уважаемому композитору Джей Гуаню, Джо Джагуаню, мне легче его Виктор называть, он мне это разрешает, но тем не менее я сегодня выучил и это произношу уже без запинок. Совсем недавно исполнился юбилей. 70 лет. Прекрасный возраст. Прекрасно выглядит Виктор наш замечательный. Великолепная музыка. Да, талант. Это очень талант, великолепная музыка. Я так для себя определяю. Его музыка у меня в машине. Я слушаю все время. Поэтому свойство классической музыки, чем больше слушаешь, тем она больше нравится. Мне она очень нравится. Прямо целыми кусками больших. И уже я ощущаю целостность этой музыки. Вот говорят художники китайские, как они рисуют природу. Они никогда не смотрят на настоящую природу. Вот то, что у них в душе, то они и рисуют. Поэтому такие удивительные пейзажи бывают. Вот оказывается, у русско-китайских композиторов тоже есть особенность, которые пишут музыку. Это воплощение души. Душа нежная, чувствительная, открытая. Саринка прикоснется, ей уже больно. Это чувствуется из его музыки, из его стрибочек потрясающих. И потом, может быть, не сведущий человек не очень, как бы поймёт. Но я не совсем сведущий человек, но немножко побывал в Китае, знаю, что такое петитония, европейская традиция и так далее. Удивительнейшее сочетание китайской традиции петитоника. Пентатоника. Я прошу прощения, ошибся. И европейские традиции. Вообще-то я понял, что вот такой балет и такую музыку сочинить очень легко. Надо родиться в Китае, в 16 лет попасть в СССР, закончить два вуза, музыкальных, в том числе по композиторскому искусству, подготовить несколько книг, поработать в МГИМО, переводчиком из Китая до Китайского. Преподаватель. Прошу прощения. Еще раз так говорим. От волнения. Вот, прости. Вот. И все, и легко получается. Вот такая музыка. Поэтому я хочу провозгласить тост за кавалера ордена БАЛ Медеогрупп, за обладателя и лауреата премии, национальной премии национальной премии за вклад в укрепление в культуру и искусство, за нашего замечательного дебюляра и одного из героев сегодняшнего дня, моего дорогого друга Виктора. пою честь. Спасибо за праздник. Спасибо. Это настоящее. Это настоящее. Вот когда я говорил, как легко создается балет подобного рода, я сказал о музыке, я не сказал о хореографии. Он создается легко. Надо родиться в Советском Союзе. Значит, поработать в Большом Театре, значит, поработать в Большом Театре, добиться звания народного артиста СССР, создать театр русский балет, проездить полмира, Китай съездит для того, чтобы месяцами изучать фольклор и особенности музыкального повествования в камне китайской. Здесь легко получается вот такой балет. Поэтому я хочу доносить. Спасибо вам. Все, спасибо. Ура! 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 Наверное, спектакли, как Николай Иванович сказал, легко создаются. А вот чтобы организовать сегодняшний наш спектакль здесь, для этого надо, наверное, много трудиться. И в наших условиях, в которых мы все дружно оказались, наверное, надо иметь нечто большее, чем талант. Надо еще иметь очень много энергии, ну, я про голову не говорю, но про неутомимость. Николай Иванович, он неутомимый человек. Когда мы пришли сюда первый раз, нам сказали, за две недели в прокурс-сити холли. Это просто не реально. Мы сейчас вам, чтобы рекламу сделать, нужно неделю. Потом, чтобы оповестить хоть кого-то, тебе еще нужно неделю. А потом вам нужно месяца три продавать билеты, как делают обычные. А за две недели сделать два, это просто нереально. Николай Иванович посмотрел, и Китис, он так себя не умеет, так хорошо чувствует, он так посмотрел и говорит. А ему говорят, ну, понимаете, все бы ничего, но это не воскресенье даже, а не суббота. А это еще и понедельник, он опять улыбнулся и сказал, ну, ничего. После этого, когда мы с ним вышли, на холодный ветер, мы идем вам и говорим. Вот жалко, что мне на три дня придется вас покинуть. Но, ему на разу кое-что там сделать. Он говорит, ну, ничего, не волнуйтесь, мы все равно все сделаем. Я на него смотрю, вот, как-то мы только что не разговаривали о том, что это невозможно. Нереально. Он всегда приходит. Поэтому я сейчас хотел бы подняться за Николая Ивановича, за человека, который может не столько многое, но, наверное, и все. Так, ура! Ну, как, три-четыре? Ура! 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 Я хотел бы предложить тост за созвездие композиторов, балетмейстеров, организаторов. И это прекрасное здание, которым владеет господин Аллахаров, что он дал нам возможность здесь сыграть за Гордеева, за Виктора Нзо, за Уколова, за Аллахарова и за Виктора Петровича Давыдова. Три-четыре! Ура! 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 Светлана, слава. Я хочу выпить за человека, который имеет огромное сердце, любящий искусство. Я помню, первый раз, когда был Николай Иванович, мы совершенно по другому поводу познакомились, он был у меня дома, я ему дал просто так послушать балет, и он слушал, я не знаю, об обороженной, да? Он говорит, я полюбил эту музыку, я и не думаю, что это будет сегодняшний день, пожалуйста, по-другому. Вам огромное спасибо, спасибо, что вы и так выглядите. А про меня, что вы сказали? А про меня? Про меня, отец. Вот вся вход в меня, Висангал. Все это варианты про Никита Бережа. Я только сам. Про себя. Про меня. Ну, что сказали? Денька, дружище. Сейчас надо будет сюда, и потом... А, да, сюда. Друзья, кто не забрал вещи в гардеробку, вот сюда заберите. Ура! Ура! Друзья, кто не забрал вещи в гардеробку, вот сюда, по-русски. Ну, это самое... Должен вам сказать, что самые великие страдальцы во всем этом, страдальцы, это был господин Давыдов. Потому что все работали, все занимались творчеством, все создавали все, о чем мы говорили. Но мы с ним страдали каждый день, потому что пробиться в здании, это замечательно. Сделать организацию будет сложно, но мы сделали. Поэтому еще раз бы я поблагодарил господина Агаларова, который очень важен. Агаларова? Агаларова. Агаларова, ты сказал, что вы управляете? Господина Агаларова. И за то, что он, конечно, построил такое чудо-знание, в котором происходит много прекрасных творческих событий. Значит, все за наше страдание, которое заканчивает успех. Субтитры сделал DimaTorzok